Марина Емельянова с детства хотела работать с детьми, выбирала между несколькими направлениями и, наконец, решила идти в педиатрию. В студенчестве ее заинтересовала детская аллергология, проблемы дерматитов и астма. Ее специализация – одна из самых востребованных. В начале 2000-х ВОЗ сделала прогноз, что к 2015 году каждый второй житель Земли будет иметь какую-либо аллергию. И эти предположения сбылись. У нас примерно 17 тысяч детского населения. Значит, группа, с которой я работаю, и стоящих на учете, и не стоящих на учете, но наблюдающихся, допустим, раз в квартал, это примерно полторы-две тысячи человек. Это достаточно много. У нас есть хроники уже изначально, и есть дети, которые только формируют хроническую патологию, из которой мы их благополучно вытягиваем. То есть несколько лет усилий, и будет все хорошо. Таких детей, конечно, много. Марина Юрьевна лечит и кожные проявления аллергии, и бронхолегочные. К ней приходят с аллергическим ринитом и конъюнктивитом. Однако врач предупреждает, перед визитом к ней надо обязательно посетить педиатра. И сначала исключить другие патологии. Например, неопытным родителям бывает тяжело отличить аллергическую сыпь от ветрянки или даже чесотки. А такие случаи бывали. Самое горячее время для аллерголога – апрель-май, когда цветет береза, главный мучитель аллергиков. Но и в другие сезоны работы достаточно. Летом приходят с аллергии на луговые травы, споры грибов и цветы. Зимой с крапивницей из-за холода аллергии на пищевые продукты и шерсть животных. Осенью у аллергиков тоже наступает обострение. У нас непрерывно рецидивирующие процессы. И у нас каждую весну и осень обострение, например, детей, у которых интерспециальные синдромы. То есть, банально говоря, пищевые аллергены являются ведущими в клинике их заболеваний. Это значит у нас март и октябрь. Обострение топических дерматитов. Крапивница сезонная и в сезон. Обострение бронхиальных астм, обострение аллергических ренитов круглогодичных. То, что идет сезонная перестройка с летнего хорошего периода на зимний. Также астму, например, провоцируют вирусные заболевания. Первый же вирус может вызвать длительные аллергические рениты, трахеиты, ларингиты и так далее. Острую аллергическую патологию можно вылечить. Хронические болезни нужно держать под контролем. Острый аллергический ренит, острая крапивница, атопический дерматит, как правило, вылечиваются. Если мы говорим о хронической бронхолюбочной патологии, ну вот хронический аллергический ренит, он может уйти в длительную ремиссию лет 10-15. Но аллергическое воспаление имеет тенденцию сохраняться десятилетиями. 30 лет может быть ремиссия, но мы находим маркер аллергического воспаления. Поэтому сейчас весь мир идет по пути контроля аллергического заболевания. Аллергики могут жить полноценной жизнью. Главное – не запускать болезни и обратиться к специалисту на начальном этапе. При должном лечении и контроле за аллергенами можно даже избегать приступов астмы. Субтитры создавал DimaTorzok